Есть задача выполни ее, считает мой герой. Возможно, потому что он родом из 80-х, когда по-другому быть и не могло. Это телепроект «Человек в городе». Знакомьтесь, Олег Буцкий. Знакомьтесь, Олег Буцкий. Доходит дело до того, что мы куда-то едем, не имеет значения с кем. Я могу ехать один. Камера практически всегда находится со мной. Если у меня камеры нет, у меня есть телефон. Я просто останавливаюсь, бросаю машину. Не имеет значения, в каком я виде. Не то я с работы в пиджаке или в спортивной какой-то одежде. То есть грязь, не грязь. Я выскочу, я пойду туда, то, что я увидел. Потому что мне хочется это запечатлеть, чтобы потом я вот-вот сел и посмотрел. Да, на самом деле это здорово. Глядя на работу Олега Буцкого, невольно вспоминаешь слова самого знаменитого американского фотографа Энсела Адамса. Нет никаких правил для хороших фотографий. Есть только хорошие фотографии. Это Московская область, это Шатурские озера. Очень, кстати, место там красиво. Опять же, вот это лодки, классика, жанр. Про Брэкенборн, Выползово. Не существуют формулы идеального освещения, но нельзя не заметить, как правильный рисующий свет улучшает качество снимка. Олег перепробовал абсолютно все жанры фотоискусства, но остановился на самом сложном – пейзажной фотографии. А это тоже остатки старой деревянной мельницы в Брэкенбору. То есть вот вроде, казалось бы, плохая пасмурная погода, но вот она отдает свое какое-то настроение, передает. Терпению и целеустремленности моего героя можно только позавидовать. Вы же не думайте, что красивые пейзажи находятся как по заказу. Это порой дни, недели и месяцы ожидания. А иногда и вовсе просто необходима капитальная перезагрузка, чтобы посмотреть на природу свежим взглядом. Ты постоянно сидишь на каких-то метеосайтах, смотришь направление ветра, облачность, там вплоть до точки росы будет, а туман не будет, туман и так далее. То есть я планирую. Трудно поверить, что профессиональным это увлечение для Олега стало всего лишь год назад. Возможно, весь секрет в том, что еще в детстве процесс создания фотографии казался ему величайшей магией. Как проявляется пленка, как печатается, как фотография зарождается именно когда она плавает в каких-то вот этих химикатах и так далее. У детей 80-х фантазия была куда богаче. Это годы без компьютеров, навороченных игрушек и собранных конструкторов. Всю индустрию развлечений приходилось создавать своими руками. Из кружка в кружок ходили, смотрели, что как, и авиамоделирование, и все остальное. И вот как-то фотография. Но достать хороший фотоаппарат в те годы было сложно и, главное, очень дорого. Так мечту пришлось на время отложить. Но уже тогда Олег понимал, что для достижения любой цели нужно много и упорно трудиться. Сегодняшние школьники назвали бы его команду крутыми перцами и местным бомондом. Мы вели достаточно активную такую жизнь в школе. То есть мы организовывали какие-то там праздники, проводили дискотеки. То есть на тот момент провести дискотеку – это было что-то нечто. Это были ваши 80-е? Это были наши, да. Это были наши 80-е. Нас знали все. К нам отношение было чуть-чуть другое, нежели к нашим одноклассникам. Вот. И внимание, соответственно, выделялось также больше. То есть я хотел научиться создавать что-то своими руками. Опять же, да, ту же самую какую-то с этой музыку. То есть я садился, у меня были паяльники, у меня были платы, я сидел, что-то делал, я там паял. Да, у меня это получалось, и это заставляло мне какое-то определенное удовольствие. Тогда хотелось всего и сразу. И в первую очередь, понятное дело, свой автомобиль. К этой цели он шел настолько уверенно, что вместо института оказался в армии. Меня, скажем так, до сих пор мои родители не понимают, почему я так поступил, почему я так сделал. Я после школы ходил в институт на благотворительные курсы. Занимался, все. То есть и в момент вступительных экзаменов, то есть я просто сидел на задней парте, я знал, что нужно писать, я знал, как нужно решать все эти задачи, все эти задания, которые нам выдали. Я ничего не делал. Я вот очень отчетливо помню то, что я ел, сидел в шоколадке. Экзаменационный лист он сдал без единой помарки, абсолютно пустым. А дома буквально ошарашил родителей новостью о том, что не поступил. Грызть гранит науки он предпочел сначала в Досаафе. Следующие два года рассвета и закаты были строго по расписанию, а увлечение согласно воинскому уставу. И только много позже в его жизни снова появилась фотография. Все получилось для меня это спонтанно. То есть в 2007 году у меня родился первый ребенок. И как раз в 2007 году, пока у меня супруга была в роддоме, я понял то, что у нас маленький ребенок, да, мы даже сфотографировать нам не символа. Сегодня старшему сыну Олега Марку уже восемь. Он полностью повторяет папин путь. Берется за все занятия сразу, от футбола до танцев. А вообще семья у них достаточно темпераментная. Даже в выборе имен для сыновей не обошлось без мини-скандалов, с улыбкой признается наш герой. Похоже, сомнений не было только в выборе супруги. Друг попросил помочь на свадьбе. Он просто нес каравай, она вешала шарики. Амур не промахнулся. А потом иду с этим караваем, так пригляделся, думаю, нифига себе. Вешает стоит. Стоит девчонка, темненькая, с темными волосами. Ну, извините, мужчины, они все такие, да, они сразу оценивают по фигуре. И все. И тут я прям понял то, что да, я завтра приду на свадьбе. С тех пор они не расстаются. И если верить Олегу, то достойную зеркальную камеру он выбирал исключительно в подарок жене. Я вообще без задней мысли. Но вдруг он начал замечать, что в его руках семейный подаппарат стал появляться все чаще. В ракурсах, жанрах и композиции решил разбираться серьезно на кусах. С тех пор изъезжены километры дорог и сделаны сотни фотографий. А с помощью социальных сетей появились и единомышленники. Есть люди профессиональные, есть люди, которые учатся, есть люди, которым просто интересно куда-то выехать и посмотреть, как все это происходит. Этот вид фотографий вызывает серьезную, часто непреодолимую зависимость. Раз поехал и пропал. Жизнь без рассветов, закатов и тяжелого фоторюкзака кажется скучной и неинтересной. Я с собой всегда вожу всю аппаратуру. То есть это начиная от ноутбука и заканчивая самой камерой. То есть это камера, это линейка объективов. То есть начиная от широкоугольных и заканчивая большими телеобъективами. Это штативы, это панорамные головки. То есть это практически весь арсенал, который у меня есть. То есть практически 15 килограммов. Так что жизнь хорошего фотографа легкой не назовешь. В этом деле знания матчасти и базовых фотографических приемов недостаточно. Одно и то же место, да, его можно снимать десятки раз, и каждый раз оно будет получаться по-разному. Настоящее творчество – это, безусловно, полет. Но нашему герою оказалось мало аллегорий. Он предпочитает подниматься в небо в прямом смысле слова. Однажды так увлеченно фотографировал фестиваль «Небо России», что и не заметил, как оказался самым почетным фотографом. И документ имеется. Сертификат, который дает право по жизненной аккредитации, как фотографу фестиваля «Небо России». Оказывается, воздухоплавание тоже долго ожидало своего часа. Впервые в корзине воздушного шара Олег оказался еще будучи школьником в начале 90-х. Я потом, наверное, в течение двух недель рассказывал всем, кого знаю, кого не знаю, потому что я летал на шаре. Так мало того, самое интересное, то, что я попал в кадр камеры, которую потом по какому-то, я не помню, по какому каналу мне показали. Ценный подарок – сертификат от главного воздухоплавателя Рязанской области был торжественно вручен как раз на презентации персональной выставки Олега Буцкого. Я дошел, наверное, до того момента, когда мне захотелось показать то, что я делаю, то, что я сделал уже людям. Он уверен, любые планы нужно брать на карандаш. Знает, о чем говорит. Все-таки 11 лет занимается серьезным делом. Руководит отделом продаж автомобилей. Так что стопки бумаг с набросками всегда под рукой. Примерно на 2 года вперед я себе уже раскидал, чем я хочу заняться, что я хочу сделать и как я буду это делать. Самое главное – делать, что любишь, и любить то, что делаешь. Результат может удивить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин